Их хватки позавидуют любое другое животное. Душители и сполины. Длиной с лондонский автобус, толщиной с телеграфный столб. Они вползают в наши кошмары. Это совершенные машины для убийства. В их арсенале обостренные чувства, молниеносный удар и смертельное объятие. Это противостояние самых сильных. Гигантский змей. Шоу начинается. Пора готовиться к схватке. На ринге сильнейшие борцы дикой природы, а в списке боев смертельные поединки. Первым на ковер выходит африканский король ринга – скальный питон. В самом сердце Африки водится гигантская рептилия очень древнего рода. Генеалогия скального питона прослеживается до времен динозавров. Он среди крупнейших змей мира. Эта самка большая, с сильными мышцами, в длину больше 4 метров. Крупнейшие представители ее рода имеют длину, большую, чем рост джирафа, а весить могут, как борец-тяжеловес. Для ползающего хищника питон занимал довольно высокое место в пищевой цепи. Однако недавно кое-кто изменил его среду обитания. Человеческие поселения представляют опасность для скального питона. Но иногда риск вполне окупается. Несмотря на огромные размеры, питон подкрадывается на удивление незаметно. Бросок невероятно стремительный и точный. Питон сдавливает свою добычу с безжалостной силой. Птица сопротивлялась недолго. Вкусная трапеза. Но для змеи, способной съесть больше половины собственного веса за раз, это легкий перекус. Осталось место еще для одного блюда, а то и двух. Рядом роскошные охотничьи угодья. Но добраться туда непросто. Самка не извивается, как принято у змей, а движется по прямой, даже когда путь пролегает вертикально. Змея напрягает межреберные мышцы и цепляется за скалу расположенными снизу чешуйками. Затем она напрягает мышцы живота и толкает себя вперед. Это нелегкий способ, но в конечном итоге он помогает. Здесь, на плато, полно живностей. Но обитатели африканских равнин всегда на стороже и бегают быстро. И правильно делают. Здесь охотятся не только питоны. Лев – страшный противник. Но молодняк еще только учится жить среди зверей. И такая угроза для него в новинку. Одна кошка оказалась слишком любопытной. Однако подоспела подмога. Убийственный тандем. Перечисленным превосходством змея отступает. Львы знают всю мощь броска питона. Они решают, что связываться не стоит. Опасность миновала. Пора заняться делом. Даже при таком ограниченном обзоре питон чует ближайшие цели. Дрожащий язычок змеи улавливает в воздухе легчайший запах добычи. Оба его тонких кончика собирают химическую информацию и переносят ее в небный орган обоняния. Получая информацию с двух направлений, орган определяет, где расположен ее источник, и змея может подобраться к нему поближе. Главное – внезапность. Второй попытки не будет. Бросок занимает мгновение. При каждом выдохе импалы самка питона усиливает сжатие, буквально выдавливая жизнь из добычи. Вопреки бытующему мнению, сжатие нужно не для того, чтобы раздавить жертву насмерть. Сильное сдавливание приводит к удушью и остановке сердца. Через минуту поединок окончен. Другая импала может только беспомощно смотреть. Заглотить такую добычу – дело непростое. Но скальный питон для этого вполне приспособлен. Самка начинает раскрывать челюсти, соединенные эластичными связками. Острые зубы в несколько рядов помогают перемещать челюсти по телу жертвы. Невероятно! Чтобы поглотить тушу, гибкое тело змеи может растянуться в несколько раз. Сильные мышцы ритмичными движениями проталкивают добычу в желудок, наполненный сильной кислотой, которая быстро растворит обед. Метаболизм у змеи теперь зашкаливает. Ей нужно ускорить процесс пищеварения. И неспроста. Скальный питон более всего уязвим во время переваривания пищи. Суета привлекла львов из местного Прайда. Сам капитона не способна защититься, хотя от этого зависит ее жизнь. Однако львов заинтересовала вовсе не змея. Задумчивый наблюдатель – вот легкая добыча. Камуфляжная окраска скального питона нужна для успешной охоты. Она же помогает самке спрятаться. Эта трапеза насытила змею на несколько месяцев. Невероятно, но всего за час импала исчезла бесследно. Почти. Смотрите далее. Схватка титанов. Соперники рептилий дерутся за звание чемпиона тяжеловеса своего болота. Скальный питон – король африканского ринга, а в болотах Нового Света действующий чемпион в тяжелом весе рискует проиграть титул наглому выскочке – темному тигровому питону. Один из крупнейших национальных парков США – парк Эверглейдс во Флориде – занимает более 6000 квадратных километров. Кого только не приютили эти бескрайние болота. Но один грубиян стоит здесь особняком. Доисторический бронированный хищник с грозной репутацией. 65 миллионов лет назад предки миссисипского аллигатора, пережив динозавров, завладели этими первобытными болотами. И владычество их было незыблемо до недавних времен. Явился новый претендент на титул и заявил о себе громким всплеском. Темный тигровый питон родом из Юго-Восточной Азии. Это одна из самых длинных и тяжелых змей. В длину он вырастает до 7 метров и может весить до 90 килограммов. Эта крупная самка весьма прожорлива, и драка ей не страшна. Она увидела кое-что интересное. Под полуденным солнышком греется молоденький аллигатор. Питон приближается осторожно. Даже небольшой аллигатор может цапнуть основательно. Безопаснее подойти сзади. Сжав соперника в мощных кольцах, змея обезопасила себя от его укусов. А теперь смертельное объятие. Аллигатор сражался как мог, но у него не та весовая категория. С ним быстро покончили. Теперь самке питона нужно заглотить свою немаленькую жертву. К этому она вполне приспособлена. Согласно недавним исследованиям, после еды питоны ускоряют метаболизм, создавая приток крови к важным органам – сердцу, печени, почкам, и повышают скорость пищеварения почти в 40 раз. Невероятно, но питон переварит аллигатора за 7-10 дней. Кости, кожу, зубы и прочее. Значит, змея быстро вернет боевую форму. Но обойдется это недешево. На переваривание уйдет больше трети полученной энергии. И все же трапезы хватит на несколько месяцев. Рассказы о гигантских змеях в национальном парке Эверглейдс начали появляться в 80-е годы. Слухи о выпускаемых на волю экзотических животных часто обрастают легендами. Но здесь буквально разразилась буря. В августе 92-го через Флориду пронесся ураган Эндрю. Один из самых разрушительных в истории США. Он срывал крыши, разрушал здания, в том числе и питомник змей, где были сотни темных тигровых питонов. Ураган Эндрю выпустил на волю змей, и их освобождение превратило байки в суровую правду. С тех пор, как сам капитона наелась, прошло несколько месяцев, и ей пора на охоту. Но именно сейчас она ищет укромное место для гнезда. У нее более 50 яиц. Довольно долго змея таскала эту ношу. Отложив яйца, самка остается рядом с ними. Ее кольца время от времени двигаются взад-вперед, чтобы трением поддерживать нужную для развития эмбрионов температуру. Неохраняемые яйца рептилии – легкая добыча для мародеров, вроде енотов или настырных варанов. Но посягнуть на охраняемую кладку способен лишь крайне дерзкий разоритель гнезд. Даже с безобидными прохожими разговор короткий. Однако не все незваные гости опасны. Этот пчелиный рой – дополнительная охрана. И змея мирится с их присутствием. Месяца через два появляются детеныши и делают первый вдох. Задерживаться им не стоит. Без матери юные питоны беззащитны перед хищниками. Но к двум годам самая большая самка из выводка достигнет таких размеров, что большинство хищников Эверглейдс будут ей не страшны. Предоставленная самой себе, она быстро поднимется на вершину пищевой цепочки. На ее пути лишь одно препятствие. Целую эпоху здесь царствовали аллигаторы. И они не уступят своих болот без боя. Первую кровь пускает действующий чемпион. Питон отвечает своим фирменным приемом. Если аллигатор не освободится от захвата, его судьба решена. Казалось, конец близок. Но ему удается освободить голову и провести контратаку. Немногие животные сравнятся с аллигатором по силе укуса. Его зубы намертво вцепились сопернику в горло. Теперь это поединок характеров. Погибнет тот, кто дрогнет первым. Когда на чаше весов жизнь, никто не желает сдаваться. В конце концов, изможденные противники расходятся по своим углам. Они согласились на ничью. Однако в такой напряженной атмосфере высока вероятность матча реванша. Смотрите далее. В Австралии обитает несколько самых ядовитых змей мира. Но питон легковес легко отправляет их в нокаут. Тигровый питон – гигант из гигантов. Но питонам не обязательно иметь большой размер. Этот небольшой дрочун одолеет самую ядовитую змею – питон Рамсея. Внутренние области Австралии засушливы и суровы. Здесь менее всего ожидаешь встретить жизнь. Но питон Рамсея не просто выживает. Он благоденствует. Бок о бок с другими хорошо приспособленными жителями. Этот питон, призрев полуденную жару, идет на поиски пищи. Длиной всего полтора метра среди прочих питонов он легковес. Особый способ передвижения – адаптация к условиям засушливого климата. Поднимая разные части тела, питон уменьшает контакт с горячим песком, спасается от перегрева. Передвижение по открытой местности может быть опасным для здоровья. В этих краях живет одна из самых ядовитых в мире змей. Что касается охотничьих приемов, то ядовитый укус и действует быстрее, чем удушение, и усилий требует меньше, и поэтому часто используется для охоты на других змей. Однако за много веков эволюции питом Рамсе выработал иммунитет к местным ядам и получил превосходство над ядовитыми собратьями. Суровые австралийские земли – не место для слабаков. Источников живительной воды мало, и они могут быть далеко. Стайки волнистых попугайчиков ищут дождевые лужицы и пролетают огромные расстояния, чтобы вывести потомство вблизи воды. Дупла, что повыше, занимают в первую очередь. Одна пара поселилась у самой земли и привлекла внимание нежеланного гостя. Один из родителей, почуяв опасность, улетел. Питон быстро закрыл единственный выход. Участь второй птицы решена. Еда здесь достается очень нелегко. И потому ничего не пропадает. В середине лета жара достигает днем 50 градусов по Цельсию, и многие прячутся под землю. После заката температура падает, и ночная жизнь в пустыне вовсю кипит. Питон весь день отдыхал в норе, а теперь выходит на охоту. Почти все озерца в пустыне пересохли, и он довольствуется росой, которая образуется благодаря ночной прохладе. Но не только он наслаждается прогулкой по диким травам. Ночная тушканчиковая мышь лакомится семенами и насекомыми. То, что нужно, чтобы заморить червячка с просонья. Пугливый и бдительный грызун всегда на стороже. При первом признаке опасности метнется в укрытие. И потому питон идет на хитрость. Подрагивающий кончик хвоста похож на червяка. Отличная приманка. Искушение столь велико. Спугнули. Пора менять тактику. С помощью язычка питон быстро находит мышиное убежище. Он приближается неслышно. Гладкие чешуйки помогают снизить трение о почву. У питона Рамсе на верхней челюсти отсутствуют термочувствительные ямки, которые есть почти у всех других питонов. У него один термолокатор. И расположен он под особыми чешуйками в носу, где защищен от пыли и песка. Спрятаться негде. В такой тесноте не выполнишь традиционное удушение. Но когда противник на грани поражения, питону не время его жалеть. Демонстрируя превосходство грубой силы, он придавливает грызуна к стенке его же норы. И придает ужасной смерти. Такой способ действует медленнее, чем обычное удушение. И всегда есть опасность сопротивления. Питон носит шрамы. Предыдущая жертва пыталась защититься. Что еще приятно? Нора вполне подходит, чтобы отдохнуть после трапезы. Смотрите далее. Что происходит, когда в древнем дождевом лесу вступают в противоборство два доисторических хищника? Как бы ни рвался питон Рамсе в другую весовую категорию, ему далеко до австралийских тяжеловесов. Живой динозавр против доисторического хищника. Аметистовый питон. Тропические леса на северо-востоке Австралии. Густые, буйные, и жизнь в них кипит. И убивают здесь необычными способами. Аметистовый питон – одна из самых крупных змей. Радужным блеском его чешуйки напоминают камень аметист. Обитает он обычно в кустарниках. И имеет славу грозного убийцы. Самки, как эта, могут весить почти 30 килограммов. А в длину достигают 8 метров. По величине аметистовый питон на шестом месте среди всех змей. Такую тушу нелегко спрятать. Но благодаря пестрой мозаике чешуек, самка легко сливается с растительностью. Питоны развивают скорость лишь до двух километров в час. Значит, преследовать добычу наша самка не может. Она охотится из засады. Ждет, пока беспечная жертва подойдет на расстояние броска. Все, что попадается на ее пути – законная добыча. Почти все. Казуары населяют планету дольше, чем питоны. И тому есть причина. Казуар – одна из самых опасных птиц в мире. Этот самец высотой метр восемьдесят вооружен острыми, как бритва, когтями. И удар у него смертельный. А вот его птенцы в группе риска. Стоит им приблизиться к питону, они погибнут, не успев даже понять, отчего. Отец чует опасность и неплохо вооружен для защиты своей семьи. Эти птицы – одни из самых больших в мире. Коготь на среднем пальце, как кинжал, и может изувечить самого сильного противника. Видя, что ее разоблачили, змея решает быть выше этого и оставляет нелетающую птицу в покое. Аметистовый питон охотится в ветвях ничуть не хуже, чем на земле. Темнеет, и самка продолжает охоту. Ее язычок пронзает воздух. Ловит сигналы о добыче. Как только цель найдена, самка направляется к ней. Сумчатая летяга. Среди ветвей, благодаря легким медленным движениям, змея не видна. Ее термочувствительные ямки в верхней челюсти работают как тепловизоры, обнаруживают цель в темноте. Это, конечно, не казуар, но летяге хватит, чтобы утолить голод. До утра еще далеко, и на этих деревьях у голодного душителя будет много других шансов. Смотрите далее. Разборка в джунглях. Абсолютный чемпион-тяжеловес демонстрирует свое превосходство. Переходим к главному поединку сегодняшнего шоу чемпионов. Пора представить абсолютного чемпиона среди змей в тяжелом весе – гигантскую анаконду. В бассейне Амазонки уже много веков ходят легенды об исполинской змее, что прячется в джунглях. Она такая огромная и свирепая, что может целиком проглотить человека. Со временем ее страшная слава заиграла новыми красками, и до сих пор страшное чудовище поражает наше воображение. Это гигантская анаконда – самый большой представитель подсемейства удавов. Она вырастает в длину больше лимузина, а весит больше, чем рояль. Хотя питоны бывают немного больше в длину, гигантская анаконда огромна в обхвате – до 30 сантиметров, и потому тяжелее в два раза. Вне зависимости от весовой категории, анаконда – абсолютный чемпион среди змей. Однако нам мало известно о ее тайной жизни. Ни одно поколение местных жителей трепетало перед этой змеей. Записывая рассказы о встречах с анакондой, западные исследователи порой смешивали науку с научной фантастикой. Так рождалась аура таинственности. Есть данные, что ничьих размеров из существующих ныне животных не преувеличивали так, как размеры гигантской анаконды. В 20 веке ее дурная слава людоеда привлекла ненужное внимание. Во имя науки и зрелищ люди устраивали поединки с животными, показательные соревнования по борьбе. Несмотря на страшную репутацию анаконды, на людей она нападает крайне редко. Самки, вроде этой, значительно больше самцов. На земле ее туша кажется громоздкой и неповоротливой. Куда лучше анаконда приспособлена жить в воде. Ее еще называют водяным удавом, а ее научное название в переводе с греческого означает «хороший пловец». Она отлично приспособлена к охоте в воде, часто поедает рыб, птиц, кайманов. Опасна она и на берегу. Спрятавшись на мелководье, змея ждет, пока ничего не подозревающая жертва придет напиться. Глаза и ноздри расположены в верхней части головы. Когда она готовится напасть, ее туловище, покрытое камуфляжной раскраской, прячется под водой. Жертву утягивают под воду, и она захлебывается. Анаконда может в течение 10 минут удерживать дыхание и поедает жертву прямо под водой. Она способна проглотить добычу весом почти в половину ее собственного. Сытной трапезы ей хватит на несколько месяцев, что очень кстати. Идет сезон спаривания, а охотиться во время беременности рискованно. Капибара весит до 60 килограммов. Это самый крупный в мире грызун. Одной капибары хватит, чтобы наесться впрок перед голоданием. Но капибары – общественные животные. Стадо держится вместе и сохраняет бдительность. Среди водной растительности анаконда может подкрасться незаметно. Змея использует инерцию броска. Капибара не сдается без борьбы и с силой вонзает зубы во врага. Но сопротивление бесполезно. Хватка у анаконды железная. Удушение требует много энергии. Для экономии сил змея сообразуется с сердцебиением жертвы. Дольше, чем нужно, она ее не сжимает. Как только анаконда чувствует, что у капибары остановилось сердце, сразу ослабляет хватку. Несколько рядов острейших кривых зубов действуют независимо. Помогают челюстям наползать на бездыханное тело и поглощать жертву. Заглатывание крупной добычи может препятствовать дыханию змеи. Чтобы не задохнуться, она выдвигает наружу трахею, подобно ныряльщику, который дышит через трубочку. Набив живот, она готова к общению. Для привлечения самца змея выделяет мощные феромоны. И ухажеры рады явиться на зов. Самая крупная в середине этой бурлящей массы брачного клубка – самка. А около десятка самцов стремятся к спариванию. Этот явился на схватку с опозданием. Но борется за первое место. Отростки на нижней части тела – так называемые шпоры – рудименты задних конечностей, которыми обладали их предки рептилии. Этими шпорами самец стимулирует самку, чтобы она раскрыла свой репродуктивный орган – клоаку. С кем спариваться выбирает самка. И сегодня повезло… вот этому. Прежде чем уйти, он закрывает клоаку пробкой из спермы, чтобы другие самцы не осуществили свои притязания. Неизвестно, принесут ли его усилия плоды, ведь состязание может затянуться на несколько недель. Однако лучше уйти поскорее. Самка анаконды может убить и съесть самца, если он промедлит. Анаконда, как и все удавы, не откладывает яйца, а носит в себе, давая им защиту от внешних опасностей. Через семь месяцев молоть покидает яйцевые оболочки в теле матери, а затем выходит в большой мир. Они кажутся безобидными, но эти малыши длиной под 70 см смогут охотиться вскоре после рождения. За следующие несколько лет их вес возрастет в сто с лишним раз. И легенда о самых страшных змеях-душителях будет жить дальше. Питоны и удавы – прирожденные чемпионы по борьбе. Они видят жертву в темноте, чувствуют ее запах в воздухе, слушают биение ее сердца, а потом ослабляют смертельные объятия и глотают ее целиком. Они охотятся на земле, на деревьях, под водой. Они лежат и ждут. И эти гигантские змеи-душители увидят вас раньше, чем вы их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok